Абхазское село по слаху. Неприступно для туристов, почти забыто чиновниками. Люди здесь живут тем, что вырастили в огороде. На приезжих смотрят с осторожностью, на вопрос, знаете ли вы, кто такие кубанские казаки, обижаются. Это наши братья, слушай, казаки. Царя охраняли только казаки, чтобы вы знали, молодые. Кубанского казачьего атамана по имени Иван Гаврилович знает все село. Его здесь называют вождем. Русский казак живет по абхазским обычаям, но не забывает и своих родных. В комнатах книги о кубанских казаках на стене плетка. Это да, настоящая. Ему скупаясь этого привезли. Вот друг его атаман адлерский подарил ему. Он не использует ее? А куда меня не следить? А так куда? В подвале абхазская чача и вино. В огороде русская пасека. У казака, а у атамана обязательно должна быть пасека. Потому что медок должен быть свой. Для себя и для гостей. Кубанский казак многому научился у абхазов. Они, в свою очередь, учатся у Ивана Гавриловича. Многие в этом селе уже получили казачье удостоверение. И русские абхазы ходят теперь в одну церковь. Это старинная церковь. По разным сведениям, она была построена в 4-5 веках. Во время войны здесь от танков прятались местные жители. Зенитка. Оттуда, вот оттуда. Стреляли, но ничего не смогли сделать. Ничего абсолютно. Там попал один. Ну, я же вам говорю, такие щепки один. После войны уникальный храм забросили. Восстанавливать начали недавно. Иван Гаврилович кинул клич, и на помощь пришло все кубанское казачье войско. Здесь было все запущено. Рос целый лес. Все вырубили, все выкорчевали. Кроме этого, значит, двери, все стало закрываться. Сухумский особый казачий отдел кубанского войска взял шефство над этим храмом. Начали активное восстановление. Иван Гаврилович, например, сделал иконостас. Окно сделать, двери сделать. Это каждый сделает. И когда, как говорится, это связанное с Богом, это святое, здесь уже стараются все в свою душу вложить, все в свое имение. Недавно и настоятель у храма появился. Отец Игорь говорит, эта церковь – особое место. Это очень древнее здание. А если оно древнее, значит, столетия здесь люди жившие молились. И если долго молиться, то есть временами, то и здание тоже становится святым. Чудеса стали проявляться прямо во время съемок. На одной из стен Иван Гаврилович заметил какие-то следы. Полили водой, оказалось, образ. Сейчас в храме осталось только крышу поменять. Правда, пока денег не хватает. Но это, говорят местные жители, временная трудность. Главное, церковь спасли. И в ней уже можно крестить детей. Александра Литвинова и Алексей Корниенко. Новая телебня Кубани. Ачимчирский район. Абхазия.